Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня пятница, 23 октября. У микрофона Алексей Сорокин. Активисты Общероссийского народного фронта продолжают осматривать школьные маршруты. Поводом к этому служит всероссийская акция «Дорога в школу». Эксперты выявляют недостатки и опасные участки на пути в учебные заведения. На этот раз в поле зрения оказались школы Димитровграда. Были проверены дороги сразу к четырем учебным заведениям. Лицею номер 16, университетскому лицею, школам номер 2 и номер 19. О том, какова ситуация с маршрутом к 16 лицею, расскажет эксперт регионального штаба ОНФ в Ульяновской области Елена Комлева. «Подъезд со стороны речного переулка к школе во время дождей – это просто земля, когда сухая, это незаметно, это не мешает. А вот когда в дождливую погоду, весной, когда сходит снег, подъезд к школе – вот в таком состоянии. То есть это грязь. Здесь требуется асфальтирование. Очень большое движение по речному переулку, как проходить дорогу к киоску у пруда. Там требуется светофор. Неоднократно и жители города просили вот этот вот светофор. Как он будет там, как вы видите, вот хотелось бы обслужить, возможно ли там наличие светофора. То есть с кнопкой, без кнопки. Вот жители района просит вот этот момент. И второй переход к школе – это со стороны улицы Куйбышева. Многие знают, что у нас рядом с Лермонтова 20 есть заброшенное здание. Там решетки, но они открытые. Там отсутствует стекло. То есть попасть в это здание легко. Неоднократно тоже жители района выходили на администрацию города с просьбой найти собственника помещения, просить арендовать город, либо отдать какие-то коммерческие структуры. Вообще это здание, оно по типу галактики, рядом, которая тоже находится. То есть там можно проводить и спортивные какие-то секции, и детские кружки. Даже помощь 16-му лицею можно было бы организовать. В этом состоянии это здание очень долгое время. Почему на него не обратила администрация свое внимание, города, мы пока не знаем. По речному переулку, тротуар, идти после пешеходного перехода. Вот эти плиты пытались поднять в прошлом году на уровень, потому что там стояла вода. Я обращалась, выходила, собирала подписи района с жителями. Знаю, что разыграли в этом году аукцион, победитель как бы определен. Но до сих пор, вот сейчас у нас с вами середина октября, подрядчик не приступил к работам. То есть это полностью замена вот этого тротуара. Вплоть до перекрестка, до светофора на пересечении Скульбышева. То есть автомобили всегда ставят машину на тротуар. Я обращалась, писала письма. У меня был ответ такой, что выезжали с администрации и не было зафиксировано случаев наличия машин на данном участке. Это неправда. С утра до вечера круглосуточно там машины стоят. Соответственно, вся грязь, она на пешеходном переходе. И люди, и дети идут в школу по этому тротуару. Как выход, это установка ограждения, либо труб. Можно любые там БУ трубы поставить, чтобы автомобили туда не заезжали. А со стороны ГИБДД просьба, но все-таки выехать и зафиксировать штрафы и так далее. Заход в школу со стороны речного переулка. Нету плит, нету вообще тротуара. То есть там дальше идет вообще никакое покрытие. Там щебенка, непонятно, грязь. Стоит вода. Был разыгран тоже аукцион в прошлом году, но заезд к школе так и не сделали. Сделали своими силами сход воды оттуда, но он не имеет никакой роли. Это только спотыкаются жители. Ручным методом выход исправили проблему. Соответственно, дальше вдоль речного переулка, который тоже аукцион был разыгран, тротуар тоже в ужасном состоянии. Здесь отсутствует освещение вообще. Там с правой стороны у нас лес, дуб находится. И если в темное время суток идти, по данному участку, то есть это небезопасно. Ни детям, ни прохожим. То есть здесь необходимо предусмотреть после ремонта тротуара обязательно. Это освещение установков на лифт. Другие подходы к школе. Это со стороны Куйбышева 262 и со стороны тоже Куйбышева. Там частично разрушенный асфальт, но также вход к школе подлежит восстановлению. Потому что дети перепрыгивают через лужи, там она скапливается, вода. Руководство 16-го лицея Димитровграда хорошо знает об имеющихся проблемах. Как отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея Светлана Журавлёва, ремонт подходов постепенно продвигается. Но самым проблемным остаётся участок со стороны речного переулка. Если мы будем говорить о подходе к Лермонтову 4, то есть там подход хорошо сделан. Там сделана калитка закрывающаяся. Но эти вопросы освещаются неоднократно. Они много лет освещают. Точно так же мы писали, у нас проводился ремонт со стороны Куйбышева 262. Да, проводился ремонт теплотрассы. Соответственно, очень долгое время там не делали нам никакого подхода. Там буйраки были большие, ничего не было. Тоже сделали в прошлом году. Там сделали ступени. То есть вот с этой стороны, со стороны Куйбышева, там всё хорошо. У нас сейчас большая проблема как раз со стороны речного переулка в связи с тем, что там стоят постоянно лужи, когда весенний-осенний период. Непростая ситуация с дорогами и ко второй школе Димитровграда. Например, рядом с автобусной остановкой нет светофора, что создаёт реальную угрозу для жизни детей. Также отсутствует освещение тротуаров. Детали расскажет эксперт регионального отделения Всероссийского народного фронта Надежда Шарафеева. По второй школе со мной присутствовали представители образования и по безопасности были со школы. Мы обошли тоже все пути, подходы. Согласно карте безопасного движения в паспорте и выяснилось, что тоже на пути в школу есть дорога, где на остановке тоже пешеходный переход есть. Вот остановка, подъезжает автобус, и становится ограничен обзор для водителей и пешеходов. Нету светофора. И то движение тоже едут водители, и им тоже тяжело, и пешеходу перейти тяжело. Победа улица. Вот это единственная остановка у второй школы, которую жители просят обратить внимание. Вот тоже на пути следования в школу вторую есть тротуар. Он вообще не освещен. Это сзади дома Дрогобыческая, 57. Там на этом пути открытые люки. Вот тротуар. Тут нету даже плиточного покрытия. Вот чуть справа. Там вот этот люк вообще открытый. Забит листвой. Там рядом детская площадка. Я показала во второй школе, кто безопасность возглавляет там. Вот на сегодняшний день прошла, они все очень открытые. Возле школы второй тоже есть нежилое ветхое муниципальное помещение. Это энергомодуля помещения. Тоже сзади нее свалку устроили. Тоже мы, жители, обращались в гордор. Несколько камазов вывезено было этой грязи. Фанфурики, шприцы. Ну вот это вот. Все вот это было сзади этого здания. Привели вроде сейчас в порядок. Опять начинают захламлять. Вот это здание находится прямо вот у второй школы. Практически у всех школьных маршрутов схожие проблемы. Это и неважное качество тротуаров, отсутствие освещения и пешеходных переходов. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Марьясов отмечает, на какие нюансы нужно в первую очередь обратить внимание. По итогам видно, что многие проблемы повторяются. И не только у этих школ, но и у других есть. Это отсутствие светофоров. Не везде есть еще ограждения у нас у школ. Тротуары у нас тоже желают оставлять лучшего. Во многих местах, где внутри дворовых территорий просто нету. Пешеходные переходы. Тоже здесь у меня вопрос по разметке. У нас сейчас в городе разметка неплохая. Она сделана везде, но появляется она тоже у нас не очень оперативно. То есть у нас весной, как правило, за зиму разметка смывается. И появляется она только летом, а то и во второй половине. Вот здесь тоже хотелось бы обратить внимание. Может быть хотя бы термопласт используется где-то на переходах у школ. На пешеходных, может быть, можно найти возможность. Но что касаемо школ, что касаемо детей, это поставить приоритет. И что-то вот сделать не через год-два. И еще момент такой. Школы у нас строились почти все довольно давно уже. Машин тогда было не так много. А сейчас очень многие привозят детей в машинах. И стоянок, приспособленных, нет. Здесь тоже можно какую-то систему наладить. Потому что это тоже влияет и на безопасность, в том числе, на дорожном движении. Свои замечания по поводу безопасности школьных маршрутов высказал и руководитель регионального исполкома ОНФ Николай Ягодин. По его мнению, картина, увиденная в Димитровграде, просто ужасает. Много недостатков. Но вот, судя по одной школе, таких недостатков. Это ужас. Паспорта безопасности, которые существуют в каждой школе, не соответствуют по некоторым параметрам действительности. В чем несоответствие? Пешеходные переходы есть? Светофоров нет. Безопасность не обеспечивается. Вот обращается ГИБДД, это не их функционал. Это функционал города. Судя по информации, которую мы получили от экспертов, отношение к безопасности детей крайне отвратительное. По итогам сегодняшнего круглого стола будет создана уже дорожная карта по всем этим недостаткам. Эта дорожная карта будет отправлена руководителю города, главе администрации, в которой мы попросим, чтобы по каждому недостатку были определены, кто ответственный, и в какие сроки это будет исполнено. Вот то здание капитальное, которое брошенное, решетки вроде есть, но не закрыты. По светофорам. Регулируемый светофор, там зеленый, красный, желтый, может быть нет, но мигающий. Т7. Ведь что-то произойдет, ведь все найдется. И деньги найдутся, и возможности найдутся. Все найдется для того, чтобы закрыть этот провал, который произошел. Все найдется, и все будет сделано. Активисты ОНФ будут держать на контроле устранение всех выявленных нарушений. Ну а всероссийская акция «Дорога в школу» поможет выявить еще много недостатков. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Заслуга докторов в борьбе с коронавирусом неоценима. Каждый день они сталкиваются все с большим количеством заболевших. Естественно, находясь в регулярном тесном контакте с зараженными, сложно защититься от вируса. Поэтому среди врачей тоже нередки случаи инфицирования. Среди них – заместитель главного врача по клинико-экстренной работе, клинического центра специализированных видов медицинской помощи Юлия Рогова. Надо отдать ей должное. Переболев коронавирусом, она снова во строю и продолжает стоять на страже нашего здоровья. В интервью с нами она подробно описала симптомы заболевания, а также дала полезные советы. Было общение и с пациентами, и с коллегами. Ну, также нельзя исключить места общественного пользования, в которых, конечно, тоже бывало. Это было в июне. Недомогание почувствовала. Признаки, в принципе, были характерны для обычных вот респираторных заболеваний. Там мышечная слабость, головная боль, поле в глазных яблоках, повышение температуры тела. Потом уже вызвала врача на дом. Впоследствии был взят мазок и подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекцией. А болели долго? Тяжело? Я считаю, что мне повезло. Возможно, дело тоже и в молодом возрасте. Отсутствие хронических заболеваний. Именно недомогание и плохое самочувствие было в районе 10 дней. Это была очень выраженная резкая слабость, головные боли и повышение температуры тела. Также пропадало обоняние. А впоследствии с моим лечащим врачом мы ждали, когда будут отрицательные анализы, чтобы можно было уже возвращаться к работе. Всего нетрудоспособность была у меня 3 недели. А как вообще протекала болезнь? Долго ли держалась температура? Были ли какие-то осложнения? Ну, конкретно в моем случае лимбература выше 38 градусов у меня повышалась в 3 дня. В течение 10-11 дней она держалась в районе 37-31 градуса. Потом она нормализовалась и уже в основном только приступы слабости были. А как сейчас вы себя чувствуете? Вы полностью уже отошли от этого заболевания? Да, на настоящий момент я считаю, что я полностью восстановилась. После выписки с олицкой нетрудоспособности по выходу на работу еще в течение где-то 3 недель беспокоили приступы слабости. И здесь очень большую роль сыграло санаторно-курортное лечение, которое в нашем регионе совместно с правительством была организована акция «Спасибо медикам», в рамках которой тоже было организовано санаторно-курортное лечение переболевшим медицинским работникам и тем, кто были в контакте. Вот санаторно-курортное лечение очень здорово помогло восстановиться. И вот после него я считаю, что уже вернулось к полноценной прежней жизни, как себя чувствовала до болезни. А в целом, своим ощущением, можете охарактеризовать сильно ли коронавирус, отличается от обычного гриппа или от ОРВ? Ну, по моим личным собственным ощущениям, что-то кардинальное я не почувствовала. Но единственное, потеря обоняния, конечно, она была очень специфична, и такого раньше не испытывала, и вот эти ощущения были очень необычными, и они очень сильно беспокоили, потому что не находилось этому логичному объяснению, когда ты пытаешься понюхать какие-то любимые ароматы, и ты их не чувствуешь вообще. А вообще стоит ли обычному человеку, который не входит в группу риска, бояться коронавируса? Я считаю, что обычному человеку бояться не стоит. В принципе, инфекция довольно-таки контролируемая. Если не запускать себя, не запускать свои симптомы, обращаться к врачу вовремя, то все это можно и контролировать, и успешно лечить. Поэтому бояться не стоит, но, конечно, стоит всем доступным методам профилактики. Как то стандартное наше избегание людных мест, использование средств индивидуальных защиты, органов дыхания, маски, респиратор, ношение перчаток, избегание физических контактов, мытье рук как можно чаще. Конечно, эти все простые методы, о которых все слышат, о которых мы уже много раз говорили, но они действительно работают. Поэтому самое важное при наличии признаков острого респираторного заболевания – это нужно остаться дома. А стоит ли заболевшему человеку изолироваться, в первую очередь, от своей семьи? Или, может быть, даже вообще съехать на какую-то другую квартиру, чтобы не заразить своих близких? Да, конечно, в этом есть действительно разумное зерно, потому что действительно источник инфекции – это больной человек, и когда мы совместно проживаем, риск инфицирования возрастает в разы, потому что бытовой контакт и выделение вируса человеком, оно происходит более тесно, чем на работе или в общественных местах. Конечно, если есть возможность, то стоит принять все меры для возможного разделения и изоляции от своих близких, чтобы их не инфицировать. Но, конечно, если это невозможно, то общую семью поликлиника по месту жительства берет под наблюдение и всех наблюдают, берут маски и контролируют. Как Вы считаете, ношение маски может ли снизить риск заражения? Вообще, насколько маска эффективна? Ну, конечно, даже вот у нас в методических рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции у нас прописаны средства индивидуальной защиты, которые с наибольшей долей вероятности защищают органы дыхания. Это специальные медицинские респираторы, они защищают именно от вируса. Медицинская маска, конечно, она обладает большей пропускной способностью, чем вот данный медицинский респиратор. Но речь идет не только о, допустим, сопоставлении пор этой маски с размерами вируса, но и о том, что распространение вируса зачастую происходит с чиханием или кашлем. И вот распространение вот этим аэрозольным методом, вот это как раз предотвращает маска. И учитывая, что вирус сам себе тяжелый, как нам рассказывали ученые, то есть он, в принципе, во взрывшем состоянии в воздухе, он находится недолго и он оседает. Поэтому маска, она защищает вот от вот этого аэрозольного воздушно-пудливого контакта и снижает риск вот попадания на наши слизистые оболочки инфицированных капель, пыли. Поэтому ее ношение достоверно снижает риск инфицирования. Напоминаем, что мы беседовали с заместителем главного врача по клинико-экстренной работе клинического центра специализированных видов медицинской помощи Юлией Роговой. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на территории Ульяновской области активно работает корпорация правительства для граждан. Это хорошо зарекомендовавшая себя электронная форма оформления документов, получения справок и других полезных услуг. Никаких очередей и экономия времени, сил и нервов. Мы вам уже не раз рассказывали об этом. Вот и вчера в нашем эфире выступала Светлана Опенышева, директор корпорации правительства для граждан. Сегодня Светлана Опенышева продолжит отвечать на вопросы наших радиослушателей. Но прежде моя коллега Наталья Козина приведет несколько важных цифр. В интернете я зашла на ульяновский сайт корпорации правительства для граждан и познакомилась со следующей информацией. В составе этой корпорации работают все многофункциональные центры, которые уже хорошо известны ульяновцам. Эти МФЦ работают по методу одного окна, что тоже значительно экономит и силы, и нервы, и время. С начала этого года жители Ульяновской области получили 820 тысяч услуг в центрах моей документы. МФЦ продолжают совершенствовать систему предоставления госуслуг ульяновцам. Продолжает совершенствоваться и электронная форма получения госуслуг. Как бы это было удобно для людей старшего поколения, особенно в условиях пандемии. Но, к сожалению, далеко не все владеют персональными компьютерами и плохо ориентируются в интернете. Уже несколько лет для этого проводятся специальные курсы по обучению компьютерной грамотности. Об этом и о многом другом вчера мы начали, сегодня продолжим говорить. Вот как директор корпорации правительства для граждан Светланы Опенышева ответила на вопрос наших радиослушателей о том, платно или бесплатно обучаются на курсах по компьютерной грамотности. Курсы для всех жителей Ульяновской области у нас бесплатные. Курсы набираются по мере поступления заявок, потом обзванивают людей и проводят обучение. В зависимости, какая программа. Есть программа, которая идет более долго, это те, которые только начинающие, которые люди вообще не понимают, что такое мышка, что такое компьютер, что такое интернет, они о нем только слышали. Есть двухчасовые курсы, когда человек уже является пользователем, он приходит и ему рассказывают о всех портальных решениях, что такое сайт налогоплательщика, Росреестр, Пенсионного, какие мобильные приложения есть, доктор 73 и там любые другие, как подать даже обращение на имя губернатора. Это двухчасовые курсы, которые записываются и у нас обучаются бесплатно. Платных услуг у нас в корпорации нет. Как убедить пенсионеров учиться разбираться в интернете? На встречах с населением, которые бывают, особенно недопонимание. На селе в городе такого нет, здесь внуки, здесь дети, которые говорят, мам, ну зачем ты пойдешь, да, вот давай мы тебе там поможем что-то сделать, получить какую-то электронную услугу. Здесь, встречаясь с населением, мы разъясняем, показываем, насколько это удобен сервис. У нас создали такой институт IT-послов. В каждом муниципальном образовании есть люди, которые отвечают за взаимодействие с населением, где вот на встречах, на сходах они проводят какие-то обучающие такие вот семинары уже на территории муниципальных образований, где рассказывают о вот этих всех плюсах, потому что человек один раз попробован, он второй раз не пойдет прописываться, выписываться там или получать услуги в МФЦ, когда это можно получить дома. Ну, когда очень часто нам говорят, что в скором будущем, скорее всего, МФЦ тоже отомрет, так как мы уйдем все в цифры. Ну, я думаю, что лет, наверное, еще 50 МФЦ будут жить точно. Может, не такое количество окон, оно может сокращаться, но то, что мы видим с передачей даже полномочий органов власти всех уровней передаются на МФЦ, то люди пойдут. Есть вопрос об МФЦ. Можно в любой обратиться или только по прописке? Я разделю этот вопрос на два. Любую услугу, которую вы хотите получить в МФЦ, вы получите независимо от прописки, кроме той услуги, которая касается прописки человека. Когда мы с вами прописываемся или выписываемся, нам нужно поставить штамп. Вот когда будет у нас электронный паспорт, то можно будет получить эту услугу в любом месте. А сейчас получается, что в паспорте нам должны поставить штампик. Не может, допустим, штампика Теренги быть в городе Ульяновске. И когда человек приходит прописываться со стороны безопасности, что ли, и подтверждение, что человек по факту будет проживать и прописываться здесь. Если я проживаю в городе Ульяновске, я должна прибыть сама, так как я сама прописываюсь. Если это ребенок до 14 лет, то я могу прийти прописать ребенка с двумя родителями без и собственников, и главное, два паспорта родителя должно быть, и кто-то из родителей. Если старше 14 лет, то ребенок должен быть со мной присутствовать, для того, что я вижу, что он прописывается здесь. Поэтому по месту жительства только прописка и выписка. Все услуги, которые оказываются в МФЦ, они могут быть получены в любом МФЦ нашего региона. Расскажите о работе таксофонов. Это важно особенно для тех мест, где слабый интернет. Вот здесь тоже очень часто меня критикуют по поводу того, что то, что бы хотелось, чтобы интернет был во всех наших населенных пунктах, у нас их тысяча как раз, и тысяча таксофонов на сегодняшний день у нас есть, и они в работоспособном состоянии. Если где-то нерабочий таксофон, здесь я хочу к жителям Ульяновской области обратиться. Если такое есть, вы можете позвонить в колл-центр 37-31-31, и мы с Ростелекомом отработаем. Потому что если в прошлом году с лета было, что с таксофона можно было звонить только на стационарные телефоны, то на сегодняшний день с таксофона можно звонить на любое мобильное устройство, на телефон, на сотовый, и говорить бесплатно. Это огромный плюс, который сделан, потому что есть населенные пункты, а у нас таких более ста, где даже нет телефонной связи. Поэтому вызвать, допустим, помощь есть. Это населенные пункты, которые или географически находятся, как оврагах, лес густой, да, вот там просто не доходит сигнал. Сейчас Ростелеком, есть государственная программа, Ростелеком выиграл более 400 миллионов, и у нас в населенные пункты 851 объект, куда будет заходить оптика. В прошлом году уже зашли в 185 объектах социально значимых, и что характерно, что здесь, когда заходит интернет в социально значимые объекты, это ФАПы, школы, это сельские администрации, это пожарные части, то до 2021 года оплата трафика идет за счет Ростелекома. Там очень хорошая скорость, и сейчас обращаются, когда директора школ и говорят, вот что же мы подключили интернет, теперь за свой счет мы будем платить и за интернет, а у кого ничего не было, тот и за интернет не платит, и интернет хороший зашел. Вот жители села Новоселки просят провести курсы по обучению компьютерной грамотности. В Новоселках у нас работает территориально обособленное подразделение, это Меликевский район. Я думаю, что я поработаю, наверное, с IT-послом. Там есть школа в Новоселках, и можно было бы на базе школы, тот проект, который мы запускали, это, наверное, год 2009, Тимуровцы информационного общества, где учащиеся обучали компьютерной грамотности. Если есть такая необходимость, мы могли бы проработать, наверное, с главой Меликевского района, и, может быть, сотрудники МФЦ, тот специалист цифровой, который есть в Меликевском районе, мог бы выехать в Новоселки и провести такое обучение. Снова вопрос из Новоселок. Курсы будут бесплатными? Все услуги, которые оказываются многофункциональными центрами, они бесплатные, в том числе и обучение. Госпошлина – это не наши. Плата за какие-то услуги, которые берутся органами власти, это вот в архитектуре есть, это не наша плата. У нас есть платные выезды на дом для получения услуг, но не для людей, имеющих инвалидность. Есть такая возможность сделать платный выезд для получения услуги. Но здесь мы очень осторожно подходим, потому что если это человек, может быть, не дееспособный, это обязательно тогда должен еще быть специалист службы соцзащиты. Если это бизнес и какая-то сделка, мы лучше выделяем окно и приглашаем бизнес к себе, ну, чтобы еще не столкнуться с серыми нашими риелторами. Потому что у нас персональная ответственность за прием документов на какие-то сделки. Вы слушали Светлану Опионышеву, директора корпорации «Правительство для граждан». В следующем сюжете мы расскажем вам о герое Советского Союза, летчике Вадиме Фадееве, нашем земляке. О его боевых вылетах на фронте ходили легенды. Обладая огромной физической силой и выносливостью, он совершал по 5-6 вылетов в день. На его счету 20 вражеских самолетов, 80 автомашин, 15 орудий, несколько сот солдат и офицеров противника. За боевые заслуги Вадим Фадеев награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Продолжит заведующая передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светлана Никифорова. За годы Великой Отечественной войны 165 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня рассказ об одном из лучших асов Великой Отечественной войны, легендарном летчике-истребителе, гвардии-капитане Фадееве Вадиме Ивановиче, который без преувеличения является знаковой фигурой. Родился Вадим Фадеев 25 декабря 1917 года в селе Федькино, ныне Теренгульский район Ульяновской области, в семье инженера Ивана Васильевича Фадеева. Вырос в Куйбышеве, где окончил три курса строительного института и аэроклуб, в котором был оставлен инструктором. В начале 1940 года с отличной характеристикой он поступил в Чкаловское военное летное училище. Службу Вадим начал на Дальнем Востоке. Сразу после начала войны он попросил направить его на фронт. Первые боевые задания стал выполнять в августе 1941 года. И уже вскоре он получил свой первый боевой орден, но в бою на земле. Это произошло под Таганрогом. Где подразделения советской пехоты второй день пытались отбить у гитлеровцев небольшой курган «Пять братьев». По рассказу одного из солдат, во время очередного боя над немецкими окопами неожиданно пролетел наш истребитель. Очень низко, бесшумно. И сел в 300 метрах от передовой. Спокойно, как на ровном месте. Из самолета выскочил огромного роста летчик и побежал к своим, в окопы. Показал командиру по карте, откуда немецкие минометы бьют. Где бронемашины находятся? В каких местах пехоты больше? И заговорила наша артиллерия. А летчик выскочил из командирского блиндажа, взял автомат в руки, крикнул своим могучим голосом «Вперед за Родину!» и возглавил атаку. В результате курган был взят. Немецкие минометные батареи были разбиты. Уничтожено несколько броневиков. Два захвачены. Уничтожено немало живой силы противника, а также взято в плен. За взятие высоты сержант 446-го авиаполка Вадим Фадеев был награжден орденом Красного Знамени, а также получил внеочередное воинское звание лейтенант. По свидетельству современников, он был веселым и общительным, хорошо играл на гитаре, пел, читал стихи. Вадим был настоящим богатырем, голубоглазый, с пышной шевелюрой, почти 2 метра ростом, весом более 100 килограмм, носил ботинки 49-го размера. Благодаря своей силе и выносливости совершал по 5-6 вылетов в день, сбивая иногда по несколько самолетов противника за вылет. Он бережно хранил выданный командующим армии документ, приказ о выдаче ему двойного продовольственного пайка и разрешение на индивидуальный пошив одежды и обуви. Из готового амунирования ему ничего не подходило. Все было мало. Озорства ради Вадим отрастил себе бороду, лопатой, на страх врагам, как он говорил. И позывной у него был соответствующий – борода. Воевал он смело, дерзко, рискованно. Однажды в районе Кадыма, в Молдавии, он с группой истребителей увидел иссеченную румынскими кавалеристами колонну беженцев. Догнал и атаковал румынских кавалеристов. Расстреляв все патроны, спустился к самой земле и рубил всадников винтом самолета. В 1942 году после ранения и из-за конфликта с командиром полка Фадеев был приведен в запасной полк в тыл. А в августе 1942 года зачислен 16-й гвардейский истребительный полк, входивший в 216-ю смешанную авиадивизию 4-й воздушной армии Север-Кавказского фронта. Выполнял боевые задания на самолетах Як-1, И-16 и Аэрокобра. Он служил с прославленными летчиками Александром Покрышкиным, Борисом Глинкой, Григорием Рычкаловым, Николаем Искренным. Его блестящие способности летчика-истребителя в полной мере раскрылись в боях на Кубани. Здесь с апреля по июнь 1943 года проходила одно из крупнейших в истории Великой Отечественной войны воздушных сражений. В результате непрерывных ожесточенных боев советская авиация вырвала из рук врага инициативу и завоевала господство в воздухе не только в этом районе, но в дальнейшем и на всем протяжении Советско-Германского фронта. В течение всего одной недели боев Вадим Фадеев уничтожил 10 самолетов противника лично и один в группе. За три недели боев он сбил 20 вражеских самолетов, получил второй орден Красного Знамени. Гвардия капитан Фадеев был первым летчиком 4-й воздушной армии, представленным к званию Героя Советского Союза за бои на Кубани. По состоянию на 28 апреля 1943 года он совершил 394 боевых вылета, провел 51 воздушный бой, сбил 20 вражеских самолетов, уничтожил 80 автомашин, 15 орудий до 200 солдат и офицеров противника. Бесспорно, Фадеев это легенда и великий летчик. Для того, чтобы осознать, насколько велики были эти результаты для весны 1943 года, достаточно сказать, что к этому времени на счету другого пилота и, пожалуй, самого известного летчика Великой Отечественной войны Александра Ивановича Покрышкина было 14 сбитых немецких самолетов. Но получить заслуженную награду Вадим не успел. Представление ходило по инстанциям, а бои продолжались. Одной из черт характера Вадима Фадеева было пренебрежительное отношение к опасности, порой доходившее до безрассудства. По воспоминаниям бывшего командующего 4-й воздушной армии главного маршала авиации Константина Андреевича Вершинина, Фадеев мог бросить управление группой, погнаться за одиночным истребителем, мог включить в полете передатчик и исполнять арии из опер, выделывать над аэродромом фигуры высшего пилотажа на малой высоте. 5 мая 1943 года, выполняя боевое задание и оторвавшись от основной группы истребителей, ведомой Покрышкиным, Фадеев вместе со своим ведомым встретил группу 12 истребителей «Мессершмитт» в небе над Черноморским побережьем. Вадим сбил два самолета противника, но был тяжело ранен. Сумев посадить самолет в плавне, он потерял сознание и умер от потери крови. Лишь через несколько дней поисковая группа нашла место его вынужденной посадки. 24 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагом, Вадиму Ивановичу Фадееву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он был на хуторе Плавнинский Крымского района Краснодарского края. Ныне-то село Фадеево. Здесь базировался его авиаполк. В настоящее время на родине Героя в селе Федькино Ульяновской области установлен ему бюст. В Самаре на доме, в котором он жил, и на улице, носящей его имя, установлены мемориальные доски. Мы беседовали с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланой Никифоровой. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!